Госдума одобрила в первом чтении. Подробнее о нем расскажет Анатолий Волошинский. То, что сейчас происходит в интернете, можно сравнить со всемирным скандалом. Иванов оскорбляет Петрова, Петров клевещет на Сидорова. В ходе подмены фотографий, биографий, фактов пранкеры устраивают травлю на тысячи человек. Накануне в Государственной Думе в первом чтении принят законопроект об удалении ссылок в интернете на недостоверную информацию о гражданах. В случае принятия поправок каждый гражданин сможет обратиться в поисковую систему, которая работает в России, с просьбой убрать неустраивающие его ссылки. При этом сам источник информации не будет удален. Если поисковик откажет в просьбе, гражданин имеет право обратиться в суд, и сайт могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. Замысел, как всегда, хорош, однако в глазах сайтовладельцев великий план терпит фиаско. Яндекс назвал законопроект недоработанным. В Яндексе считают, что так пользователи не смогут найти отзывы о враче, которому собираются на прием, или о воспитательнице детского сада, в который планируют устроить ребенка. Кроме того, предлагаемый в законопроекте механизм может открыть возможности для злоупотреблений, скрыть информацию о мошенничестве. И если речь заходит о свободе слова в интернете, вряд ли где-нибудь еще ей найдутся такие пламенные защитники, как блогеры. Понимаете, человек, который не боится потери своей репутации за счет того, что он знает, что он делает, кто он, то того человека не напугает какая-то фраза в интернете, какая-то статья о нем, потому что это все ерунда, это все разобьется о камне действительности. А если написали о человеке правду, то он, естественно, будет стараться всеми средствами оградить общество, оградить других людей от этой правды, чтобы они не узнали, какой на самом деле этот человек. Напомню, что в странах Евросоюза подобный закон уже действует. Европейцы могут обращаться в Google с требованием удалить некорректные или устаревшие данные о них из результатов поиска. Понимать нужно следующий момент, что интернет, зона интернета вообще, это не российская юрисдикция. Все, что связано с доменной зоной РУ, регулируется в такой стране, бездуховной, естественно, как Нидерланды. Будут ли они сотрудничать с правоохранительными органами Российской Федерации, это спорный момент. Неужели мы вдруг оказались в светлом будущем и в российском интернете больше не будет лжи, мошенничества и оскорблений? Время, а вернее Госдума, покажет. Субтитры создавал DimaTorzok